Полицейские раскрыли серию краш из торговых точек. За две недели стражи порядка зафиксировали 4 факта хищения имущества. Разбойная группа в составе 4-х человек задержана и находится в изоляторе временного содержания. Работали мы в ночную смену. По дежурной части получили информацию о совершенном преступлении в Юровке. Выдвинулись для отработки данного района. Отработав поселок Виноградный, заехали в поселок Уташ. В поселке Уташ на одной из улиц наше внимание привлек автомобиль в базу 06. Для проверки мы его остановили. Сразу в лицо бросилось то, что под задним стеклом автомобиля находилась безбольная бита. Это дало у нас повод на более тщательный досмотр данного транспортного средства. В ходе досмотра выявили предмет, похожий на пистолет системы Макарова. После этого было объявлено водителю по совершенному, что они задержаны для выяснения обстоятельств. В ходе дальнейшего осмотра выявлен был второй пистолет системы Макарова и еще одна безбольная бита. В последнее время распространенными стали не только грабежи, но и мошенничество, связанное с банковскими картами, телефонами, предварительной покупкой недвижимости, товара или услуг через сайт Авито. У мошенников достаточно разнообразный выбор схемы обмана граждан. Наиболее распространенным является сообщение или звонок о несчастье с близким человеком. В подобных ситуациях надо сохранять спокойствие и сразу же перезвонить своему родственнику или знакомому, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Интернет-магазины тоже захватили мошенники. Вы захотели купить товар, продавец просит отправить деньги на его банковскую карту. В ответ он сообщает специальный номер для отслеживания передвижения посылки. В итоге этот номер оказывается левым, посылки нет и денег тоже. Если вы перевели залог, а продавец не отвечает и с вами обрывает связь, незамедлительно обращайтесь в полицию. Чем активнее будут пострадавшие, тем быстрее будут наказаны мошенники.